Приветствую вас. Ну вот, вы, я так смотрю, задали вопрос, на который, в принципе, у экспертов, у всех, совершенно такой, однозначный ответ, то есть ответ такой, что да, можно создать семью, и даже нужно создавать семью. Вопрос заключается в том, значит, в чем проблема. То есть, в чем конкретно проблема ваша при создании семьи? То есть, почему вы не можете эту самую семью создать? Значит, вы говорите, что если же он создать семью заново, здесь важно уточнить. Заново с кем? Заново, например, с партнером, с которым мы все были в браке? Или с партнером новым, с которым до этого браки не были? Это вот, на самом деле, довольно важный момент, который мне кажется принципиально рассмотреть именно здесь. Потому что, если вы говорите про партнера незнакомого, партнера нового, то с ним отношения создать, конечно, проще, чем с партнером... ...заново создать семью проще, чем, например, с партнером, с которым вы в отношениях, например, никогда... ...в которых вы в отношениях уже были, прошу прощения, но по какой-то причине, да, по какой-то проблеме расстались. Потому что здесь нужно будет именно определить, в чем конкретно вот, значит, проблема была и почему вы, собственно говоря, расстались. То есть, чем продиктовано вот это вот расставание ваше, какие аспекты были у этого расставания и так далее. Вот это вот, в принципе, очень важный момент, который мне бы хотелось, чтобы вы для себя постарались вот, ну, определить. Потому что без этих моментов вряд ли вы сможете как-то вот адекватно, да, создать семью свою. Вот. Так же, отдельно, хочется сказать о том, для чего вам семья. То есть, вот вы говорите, возможно ли мы в силе создать семью. Хорошо. Для чего вам именно семья нужна? Вот именно вам лично для чего она? Что вы хотите получить через эту семью? Что вы считаете, вы получите через семью? Вот это вот очень важный аспект, который, на мой взгляд, вам также нужно для себя, вот скажем так, определить. Потому что без этого аспекта, ну, вам будет несколько, опять же, сложно адекватно относиться к тому, чего вы сами для себя хотите, чего вы сами для себя желаете. Вот. Значит, если вы были женаты, но так или иначе, значит, ваша семья рассталась, то это означает, что ваше поведение было, ну, немножечко неправильным. Это означает, что ваше поведение было немножечко неверным. Это означает, что вам нужно свое поведение подкорректировать. И вот то, как вы будете его корректировать, зависит целиком и полностью от вас. Чтобы не совершить тех ошибок, например, которые вы совершили, скажем, при предыдущих, ну, например, при предыдущих, скажем, браках и так далее. Вот. Это такие вот основные моменты. Что же касается шансов, то шансы, безусловно, есть, но только при соблюдении ряда условий. Значит, какие это условия? Значит, если мы говорим про условия, то нужно сказать сразу, что, во-первых, вам не нужно ждать чего-либо от семьи. То есть семья – это ни в коем случае не что-то такое, что вам вот что-либо дает, что вам что-либо предоставляет. Семья – это именно только то, во что вы вкладываетесь, и не более того, по сути. То есть если вам семья нужна для того, чтобы что-то от нее получить, лучше сразу пока что откажитесь от идеи создавать семью и подумайте о том, чтобы, ну, поработать над собой. Потом подумайте о том, чтобы скорректировать свои собственные желания. Далее. Семья возможна только в том случае, если вы, значит, принимаете своего партнера в любом случае таким, какой он есть. То есть вот не желаете его, например, поменять, не желаете его, например, как-то изменить и так далее. Только вот при таком аспекте, только при таком моменте вы можете, собственно говоря, получить возможность создать семью. И последнее условие, которое, на мой взгляд, нужно в обязательном порядке привести – это, значит, обязательное соревнование, обязательное понимание того, какой вы мужчина и что вы можете дать своей женщине, что вы можете ей предложить, именно как мужчина. Ответ на вопрос также, помимо этого, какая вам нужна женщина и что уже вам она, по вашему мнению, должна предложить. Вот эти вопросы вам нужно разобрать как можно более внимательно, дабы не спешить с этим аспектом, дабы не наделать дров, условно говоря. И уже вот при работе с этим направлением, при работе в данном направлении вам будет понятно, сможете ли вы создать семью или нет. Ориентироваться на семью как таковую, ориентироваться именно на создание семьи вам не стоит. Потому что семья – это не самоцель. Семья – это просто форма, это просто форма, значит, развития человеческих отношений и не более того. Семья не может выступать в качестве самой цели. Если она выступает в этом качестве, то это означает, что вы думаете не о партнере, не о семье как таковой, а вы думаете, к сожалению, о себе. Только и это, соответственно, породит ряд проблем, разногласий при формировании ваших отношений именно с партнером. Ну, кстати говоря, может быть, именно по этой причине вы и расстались, значит, со своим, вот, первым, значит, партнером. То есть там какие-то вот проблемы у вас, наверное, все же были. Это, на самом деле, это вот является самым главным. То тем, с чего обычно начинают работать психологи. Почему у вас рассталась предыдущая семья? Какие для этого были основания? Вот ответим на этот вопрос и получим куда более реальное представление о том, есть ли у вас шанс создать семью или он значительно маленький. Заметьте, я сказал значительно маленький, но я не сказал, что его нет, потому что шанс, как вы, наверное, уже поняли, есть всегда. Такое дело, насколько этот шанс реально определяет то, чего вы способны, например, добиться, чего вы реально способны достичь. Вот это вот и потребуется выяснять. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!